Эээ... Значит, я либо распылюсь, либо уцелею. Получается, да. Папирус знает? Нет. Отлично. Не говори ему. Я не уверен, что это разумно. Нет. Папс очень чувствительный ребёнок. А само понятие падения довольно жуткое. Он будет в ужасе, если я в какой-то момент просто упаду замертво. Раз уж я собираюсь прожить на одолженное время, я хочу его запомнить. И поэтому я проведу остаток времени с Папирусом в привычной обстановке. Я хочу быть уверен, что он справится без меня. Похоже, у тебя комплекс мученика. Я эксперт во многих областях, но психологию я не понимаю. У меня нет комплекса мученика! Фэнс! Вау! Ты в порядке? Я так волновался! Всё норм, Папс. Прости. Лучше бы этому быть правдой. Ты меня напугал. Прости, Папс, я... Фауи! Твоя магия теперь красная! Чё? А... Да, это ещё один побочный эффект, который я заметил. Так как Эрша не даёт распадения... Поддерживает твою душу. Полагаю, твоя магия подверглась изменениям. Как следствие, она стала красной. Цветная магия, наподобие зелёный или голубой, не будет с голубыми атаками. Разумеется, сохранит свой цвет. И, конечно же, существуют синие и оранжевые атаки, с которыми я уверен, ты знаком. Я не знаю, какой будет эффект, но... Что я делаю? Я без понятия, как общаться с детьми. Я не могу спросить у вас Гора. У него и так хватает дел. Вот бы Туарель была здесь. Чё я вообще творю? Он в порядке? Уверен, что да. Так что, с Сансом всё будет в порядке? Не сумею ему говорить, старикашка. Будет же, да? О, да! Да, конечно! Абсолютно! Никаких сомнений! Он полностью здоров и на сто процентов в норме! Учитывая ситуацию, я хотел бы продолжить наблюдение за твоим состоянием. Где вы живёте? Эмм... Сноудин! Да. А где конкретно? В лесу. Ага. Это место хорошо спрятано. Что ж... Поскольку мне необходимо за тобой наблюдать, а я не могу просто позвонить в лес, я предлагаю вам остаться здесь, в лаборатории. Я с лёгкостью смогу выделить вам одну или две комнаты. Комнаты? Да, если хотите. Санс, у нас может быть комната! Ну, хотя бы ненадолго. Ну, тогда, видимо, добро пожаловать домой. Ура! Спасибо! Домой! Да! Эмм... Я дома, Санс. Эм... Боже, Папс! Почему ты так резко открыл дверь? Я не думал, что ты дома. Ты в норме? Чего это ты весь на нервах? Я... Не! Должен задать тебе тот же вопрос! Что, чёрт возьми, случилось со стеной? Эм... Не меняй тему! Я не меняю... Эх... Мы с Андаин устроили тренировку, чтобы выпустить пар. Ты не рассказал ей о мелком. Так ведь? Нет. Я не жалуюсь, но... Почему? Потому что... Это я буду тем, кто решит судьбу человека. А ты! Сходи как к доктору Альфис по поводу своей глазницы. Особенно после сегодняшнего... Инцидента. Я настаиваю, чтобы ты... Лады. Не пытайся спориться! Стой! Что? Я сказал Лады. Я схожу, Кал. Вернусь к ужину. Хорошо. Почему его покорность заставляет лишь больше волноваться? Из-за всех происходящих событий... Думаю... Она начала распадаться. Мне нужен стимул. А потом они... Они что?! Тшш! Это библиотека! И... Извините. Эээ... Чара... Тут? Угу. Я говорил тебе, что это плохая идея. Ч... Чара... Хе... Эй! Прекращай плакать! А то я тоже расплачусь. Не будь таким злым! Злым? Это и правда, Чара! Что? Эй! Я не понимаю... Как? Как он здесь находится? Почему ты можешь его видеть, а я нет? Я могу видеть духов. Что?! Ты говоришь об этом слишком спокойно. Я всегда мог видеть призраков. С детства. Ты и так еще ребенок. Почему я узнаю об этом только сейчас? Это не то, о чем можно просто взять и рассказать. А ты, кстати, не говорил мне, что ты был сыном Тори или принцем. Ахахаха... Эх... Я не расстроился из-за того, что ты мне не сказал. Я лишь говорю, что понимаю. Я был не против тебе рассказать. И я собирался, но... Чара может меня слышать? Угу. Хорошо. Ведь я... Ведь я хочу, чтобы он знал, насколько мне жаль. Мне жаль, что я не смог... Сделать то, что ты от меня хотел. Прости. Я облажался. Мы никого не спасли. Мне жаль. Мы умерли напрасно. Это все моя вина. Мне так жаль. Прекрати! Это не твоя вина! Тебя убили из-за моего идиотского плана! Ты... Его слышал? Да. Где-то секунду. Он... Звучал так сердито. Он сказал... Что ты в этом не виноват. Хе-хе... Он... Он правда так сказал? Неужели он не винит меня? Хватит плакать! Из-за тебя я тоже плачу! Да, именно так он и сказал. А еще он требует, чтобы ты перестал плакать. Так он не будет плакать. Хотя он уже плачет. Не говори ему об этом! Какого черта? Хе-хе-хе... Хе-хе-хе-хе... Кажется, вы действительно хорошие друзья. Теперь, когда все прояснилось, я вернусь к своей гигантской книге. Она размером с монстра. Хе-хе... Если вы хотите еще поговорить друг с другом, я переведу слова Чары. Хе-хе... Ладно. Я начну. Я Чара, и я эмоциональный инвалид. Что? Эй! Я просто... Никогда не думал, что смогу извиниться. Чара! Я никогда не винил тебя! Я знаю, что ты просто хотел всем помочь! Я ведь никогда не хотел, чтобы тебе было больно. Чара! Чара! Все на... Как грубо! Любовь, надежда, сострадание. Это то, из чего, как считают люди, сделаны души монстров. Но истинная природа душ неизвестна. Тем не менее, люди доказали, что их душам не требуются эти черты для существования. В смысле, в чем-то они правы, но все-таки! Эм... Ой, извините. Продолжайте. Субтитры создавал DimaTorzok